коллеги всем привет сегодня 19 апреля воскресенье записываю для вас видеобзор по альткоинам который не входит в топ-30 coin market cap ну конечно же сразу хочу поздравить всех с христовым воскресеньем пожелать вам железобетонного здоровья и душевной гармонии оговорюсь в этом видео не буду куда-то торопиться спешить те альткоина которые я разберу сегодня в этом обзоре я пропущу через сито торговой стратегии 80 на 20 вот ну и соответственно отмечу актуальные зоны интереса уровень спроса и предложения крайний взор по шиткоинам ну можно сказать по шиткоинам да у меня проводился 24 февраля сразу предлагаю вам подписаться на телеграм-канал в описании будет ссылка и посмотреть пост от 17 апреля тут я отметил некоторые из этих альткоинов которые разбирал тогда вот где были достигнуты цели да и соответственно почему я там ждал некоторые моменты связанные можно сказать с них с технологией движения данных монет я объяснял в этом видео поэтому в принципе вы этот видеоролик также можете посмотреть перейти по этой ссылке посмотреть может что-то полезное для себя и в нем почерпнете так давайте далее еще такой момент тайм-коды они на этот раз будут в описании к этому видео переходите вот те альткоины которые вас не интересуют соответственно можете пропустить и перейти к тем которые вам наиболее интересны сегодня разберу ряд монет которые просили в открытом так сказать режиме переда к открытым видеороликам и также в закрытом канале у нас есть такой пунктик в телеграм-канале есть прикрепленное сообщение можете перейти по этой ссылке да и соответственно есть такой момент то что я делаю обзоры в принципе на любые альткоины по заявкам в том числе и по долгосрочным каким-то картину в принципе это все давайте приступим и разберем первую монету это валтон bitcoin данную монету я уже разбирал ну можно сказать закрытом режиме это было еще 28 февраля вот мы тогда торговались зоне 27 уровня расширения да я тогда высказал свое мнение о том что альткоин может дойти до 170 сатош буду иногда ссылаться на то что я ранее говорил для того чтобы почерпнуть некоторые моменты опять же из прошлого почему я так думал да и и возможно для вас это также станет ну как чем то полезно на для себя что то возьмете потому что я в этом видео озвучу некоторые некоторым можно сказать лайфхаки которые вам помогут не терять по крайней мере не терять да и зарабатывать ну давайте начнем с монеты валтон почему 27 зона расширения а почему линия 27 уровень ну во первых а потому что в зоне 27 расширения данная монета уже закрепилась принципе можно сказать уже давно начиная с декабря девятнадцатого года мы в этой зоне торговались был небольшой рост 3 февраля дал соответственно и возврат 24 февраля все еще в эту зону 27 уровень расширения в связи с этим был обновлен лой также почему обновлен лой был давайте попробуем посмотреть то есть картину возьмем таким образом да вот соответственно все видите как здесь рынок торговался рисовал некий некоторые можно сказать горизонтальный уровень да где в любом случае было довольно приличное количество стоп лоссов да и соответственно уходим правую часть графика вот эта зона спроса тестируется раз да и соответственно второго раза она пробивается зона уровня спроса предложения не пробиваются зависимости от ликвидности в зависимости от тех ситуаций которые происходят естественно с биткоином да если там объявили можно сказать не объявили до случилось то событие которых вот те события которых вы знаете да благодаря этому также мы увидели это самое снижение ну сказать о том что здесь было много стоп лоссов конечно конечно нет да то есть объем увеличивался при обновлении данных лайов но не экстремально то есть не было того что тут тут прямо крупный капитал выходит из этой монеты валтон вот давайте снова вернемся к недельному таймфрейму вот я озвучу то что я думаю по этой монете ну во первых на мой взгляд этот альткоин один из немногих согласно в принципе всем таймфреймом но я не говорю там а краткосрочной ситуации пятиминутной графики это мы не будем сегодня смотреть в принципе заслуживает внимания вот поэтому здесь вы можете рассмотреть покупку данного альткоина и в любом случае это будет сделка ну скорее всего да это будет сделка не не моментально то есть отработка цели которые я укажу займет какое-то время поэтому если вы ищете для себя какой-то альткоин который возможно принесет иксы да или там определенную хорошую прибыль то на мой взгляд валтон более достойно выглядит на графике мы сейчас торгуемся зоне 27 уровень расширения сразу говоря о крупной картине о большой картине да то отработка данной недельной фибоначчи это уход от зоны 27 уровень расширения до ну как минимум 60 18 до уровня 60 18 не то чтобы как минимум на самом деле это но можно сказать максимальная отработка до с проколом зоны 78 вот поэтому здесь долгосрочная цель я вам ее сразу отмечаю показываю да это 3773 сатошки берите ниже естественно в общем можете там крыться там в районе трех с половиной тысяч сатош вот я бы здесь уже закрывал прибыль по данной монете если у вас есть та часть денег которую вы делаете на долгосрочные сделки то в принципе по этой монете можете крыться а можете крыться в том а в том диапазоне то есть в диапазоне вблизи сильного значимого уровня 61 8 от этого серьезного падения начиная с апреля девятнадцатого года то есть уже прошел год с этого падения коррекция как таковой здесь серьезный не было давайте коротко пройдемся а потому что было мы увидели с вами снижение вот она да и коррекция здесь состоялась в линию 38 уровня до 38 и 2 далее мы идем далее по тренду и останавливаемся в зоне 27 уровня расширения так также есть два уровня предложения я сейчас вам их также покажу вот на них также обращайте внимание опять же в зависимости от того профит который вас интересует зависимости наверное от тех сроков на которые вы входите те или иные шиткоины да если вы выделяете деньги на подобные монеты вот то можете рассмотреть две отметки это 1100 сатош ну берите ниже даже не 1100 я бы взял даже даже пониже ну хотя ну да тысячи пятьдесят тысячи пятьдесят сатош и вторая отметка 1800 сатош я бы взял здесь ну 1600 сатош то есть это два уровня предложения до которых я считаю данный альткоин дойдет когда дойдет ребят не задавайте эти вопросы и не задавайте сами этими вопросами потому что тайминг в трейдинге он не имеет огромного значения тайминг вы не предскажете то есть бывает угадывают люди бывают даже обзоры снимают угадывают когда конкретно рынок придет в ту или иную зону интереса до с определенными ценовыми отметками но это все пустая трата времени не заморачивайтесь на этом у вас есть депозит есть если те деньги которые вы выделяете на подобные альткоины которые не входят в топ но по большей части как есть да то будьте готовы на определенные так сказать ожидания на определенные сроки то есть по срокам ближайший блок предложения точнее по по ценовым диапазонам лежишь по блок предложения тысячи пятьдесят отметка присмотритесь фиксации прибыли и вторая тысяча но я бы взял тысячи шестьсот пятьдесят даже тысяча шестьсот пятьдесят на 150 пунктов ниже чем этот блок предложения далее переходим снова на недельку и сразу делайте пожалуйста отметки можете записывать можете на график себе перенести отметки вот этих уровней нулевой уровень это первое сопротивление 1265 да тут блок предложения рядом вот следующий блок предложения я уже озвучил тысяча шестьсот пятьдесят я бы крыл вот и уровни выше каждый уровень фибоначчи подходит для фиксации какой-либо долгосрочной ну то есть прибыли вы можете крыть лесенкой вы можете закрывать прибыль там по какому-то определенным take profit у но я считаю я сторонник того чтобы закрывать прибыль тогда когда вас она реально устраивает не пускайтесь во все тяжкие не теряйте голову не нужно когда рынок вам дает заработать цена уже почти вот-вот подходит к вашему take profit у да и вы соответственно вот здесь начинаете снимать ваш take profit потому что где-то что-то посмотрели где-то вышла статья о том что монета валтон заменит там ближайшее будущее ну допустим я как пример там эфир то что фирма уйдет небытие монета валтон будет стоить там я не знаю тысячу долларов нет у вас есть take profit вы знаете и знали заранее что вас это прибыль интересует закрывайтесь не надо передвигать потому что рынок часто потом разворачивается до соответственно не дает вам еще пару-тройку иксов и вы остаетесь грубо говоря с теми же деньгами с которыми и входили в эту позицию вот либо уходите в просадку не нужно так делать это ни к чему хорошему не приведет то есть по валтон резюме некоторые на мой взгляд это одна из немногих монет которые по крупному таймфрейму интересно интересно именно на удержание на дневной таймфрейм если перейдем снова да кто мы видим блок спроса который был еще уровень спрос который был еще возникнут еще в январе двадцатого года мы его пробили в связи с этим событием но далеко не ушли кстати обратить внимание то есть не было такого что мы прям хорошо скатились вниз что допускаю я допускаю как и в крайнем обзоре в закрытом на канале который был снижение до 170 то есть все еще такой такая вероятность она есть она остается вот какие-то серьезные уровни до которые вам про которые вам возможно где-то говорят или что там где-то сказали о том что у валтон битисе есть такой вот за серьезный уровень его держит покупатель ребята мой взгляд здесь никакого серьезного уровня вы не найдете тут проторговка вот это которая шла допустим в этом диапазоне там 60 дней да то есть в этом диапазоне насколько идет давайте посмотрим 43 дня да то есть такие уровни можно было отметить и раньше они пробиваются они легко пробиваются есть определенные анализы которые говорят о том что вот здесь доминирует покупатель рынок пойдет вверх да но вы же видите что на истории происходит на истории происходит так как так происходит нет никаких можно сказать удержание цены и еще один вам еще один вам лайфхак ребят записывайте запоминайте очень полезный момент я его анализирую уже не первый день на шиткоинах который меня опять же просили закрытом канале мы обращаем внимание на прибыль с проторговок вот идет флэт как вы знаете на подобных монетах часто ждут что часто ждут иксы правильно вот он диапазон накопления давайте ну какую-нибудь середину возьмем пусть будет вот здесь ну приблизительно 3000 пунктов по этой монете идем до самых хаёв и вы видите что здесь процент роста составил до 80 процентов в чем заключается данная особенность в том что не дают выгружаться хомякам часто не дают выгружаться хомякам перед коррекцией то есть бывает такое что идет проторговка рост до 80 повторяюсь до 80 процентов потом идет либо коррекция серьезная да при которой вы уже начинаете терять голову и закрывать свои позиции сетуя на то что вам не дали заработать тем самым рынок вот эти игроки которые управляют данными монетами забирают вас этот объем да и соответственно рынок потом либо разворачивается вниз либо идет еще ниже дабы собрать стоп-лоссы вот поэтому обращаем внимание записывать этот момент и я вам серьезно полную серьезно говорю не на одном альткоине я это замечал не на одном далеко не на одном кто состоит в закрытом канале напишите комент мы уже не в первый раз на это обращаем внимание то есть среди ну примерно середины проторговки рассчитывайте на памп на самый локальный ближайший памп до 80 процентов то есть не нужно ждать ровно 2x а не нужно ровно 2x а вам рынок очень часто может не дать закрывайтесь до 80 процентов в идеале 60 возьмите за основу 65 60 процентов где вы закрываетесь если ваш трейд это в прибыль вас интересует если вы не готовы дальше держать альткоин да соответственно и далее можете пересмотреть точку входа если вы будете ждать ровно 2x а часто не срабатывает очень часто не срабатывает но почему не беру отлоя ну ребятам понятное дело что отлоя мало кто заходил понятное дело что толпа тут прямо ровно на лоях не покупает поэтому я беру середину мерьте от середины вот и примерно от середины откладываете 65 процентов и здесь ставить ставьте тейк профит на продажу вот это касается и краткосрочного пампа который может произойти по этой монете то же самое если вы входите с текущих цен то обращаем внимание на зону куда можно поставить стопы вот то что за вашим стопом рынок может прийти может прийти вот далее на снижение ну я бы на знаете как сделал я бы на самом деле дождался выход за этот блок спроса я это уже в принципе скорее всего озвучивал такие моменты вот если вы смотрели обзоры мои если смотрите обзор мой не первый день ждите возврат за блок спроса за уровень вот этот спроса да какую-нибудь проторговку в районе 500 сатош и можете совершить покупку здесь потенциал снижения до 170 сатош принимайте решение куда вы будете ставить стоп лосс если это короткий то короткий да соответственно если вы готовы набирать в несколько ордеров то есть у вас идет покупка при обновлении вот этих лайов там еще покупка да но я считаю что куда им 170 рынок может уйти это риск это очень рисковая сделка но тем не менее из всех литкоинов которые я наблюдал за последнее время этот эта монета выглядит ну более-менее амбициозно оптимистично вот можете рассмотреть все в принципе по этой монете я многое сказал давайте перейдем к следующему литкоину так ну погнали дальше следующая криптовалютная пара в рэкс usdt вот и ну обзор был по этой монете в закрытом канале 8 апреля здесь отмечал ближайшую зону спроса здесь был под пробой блока предложения ближайший блок спроса здесь было на 12 центах вот как ну можно сказать проиллюстрирую его отработку да соответственно был удар повторный тест ну можно сказать почти цент цент и соответственно улетели на данный момент этот альткоин с текущих цен он не очень мне ну по крайней мере меня устраивает для каких-либо рассмотрений покупки объясню почему ну давайте прежде чем я объясню почему посмотрим вот это движение во первых здесь да опять же те кто следит не первый день за каналом здесь в принципе мог даже самостоятельно отметить какой-то блок спроса уровень спрос спроса да и попробовать затеть зайти лимиткой что было но в принципе да более рискованно согласен на вот этом проливе когда у нас стали известны события связанные там с нефтяной войной с пандемией вот тем не менее помимо помимо вот эта остановка была то есть помимо того что здесь была проторговка и уровень спроса который сыграл в будущем некоторую роль здесь еще был 61,8 то есть уровень коррекция давайте я вам сейчас его покажу повторяюсь данный видеоролик не несет какой-то можно сказать сигнальный характер да я хотел бы ну максимум вам показать для того чтобы у вас там что-то так сказать отложилось в голове согласно моему анализу может что-то для себя возьмете даже если торгуете по своим тс вот ну что-то полезное я думаю все таки будет так сейчас секунду так здесь смотрите здесь а ну 61,8 даже немного пробили да соответственно ушли вверх то здесь он по большей части сыграл сыграл свою роль именно уровень 61,8 но на мой взгляд да с проколом до зоны 78,6 почему нельзя было покупать на хаях ну во первых здесь и цель была достигнута по этой фибоначи на рост цель согласно глубине коррекции это двадцать седьмая зона расширения и максимум 61,8 вы прекрасно видите здесь были просто можно сказать наиглупейшие покупки которые можно было только представить себе то есть на дневном таймфрейме на крупном таймфрейме покупать при можно сказать реализации максимальных целей но это неправильно это в корне неверно это так делать естественно нельзя можно рассматривать покупки на лаях да соответственно при определенных там проторговках на определенных что уровне фибоначи что уровне спроса предлана спроса да но ни в коем случае не на достижениях цели очень высокая вероятность что вы останетесь ни с чем то есть вы останетесь но грубо говоря там можно сказать либо в просадке либо зафиксируйте такой достаточно весомый убыток по этой позиции покупая на максимумах ну давайте я уберу эту фибу и посмотрим здесь ситуацию и посмотрим на в рэйкс к биткоину так здесь а почему говорю не очень пригодны для покупок потому что мы стоим ну можно сказать посередине посередине между блоком предложения куда мы можем максимально дойти до это 18 ну в рамках опять же боковика если брать это 18 центов вот и ближайший блок спроса уже отработал это 12 центов но грубо говоря здесь середина ну почти середина да вот здесь кстати была середина этого диапазона вот видите да но в тот в то время конечно я бы вам не порекомендовал покупать я не рекомендовал покупать 8 апреля уже на хаях потому что это но это неправильно вот тем самым вот от середины данного диапазона рынок ушел до ближайшего блока спроса здесь есть ликвидность здесь есть красивый можно сказать горизонтальный уровень соберут ли его или нет но на мой взгляд опять же этот вопрос ну понятное дело что нельзя ставить наравне с какими-то панацеями естественно могут и не собрать могут пойти выше вот поэтому тут решать вам но я считаю что если здесь и покупать с текущих цен то очень с короткими стопами вот это будет не совсем оправданно что будет более оправданно ну во первых подождать подождать возврат какой-либо зоне интереса на четырехчасовом тайм-фрейме ближайшая зона 12 центов можно дождаться обновление вот этих лоев и возврат здесь что-то придумать или приобрести на какую-то часть депозита до соответственно стопами за лой вот либо уже дожидаться если возврата не будет то дожидайтесь более низких уровень в районе десяти центов здесь есть и зоны ликвидности до соответственно могут вот этот блок прошить и вернуться можем уйти в этот блок спроса который уже отрабатывал 23 марта ну вы видите да и здесь просто вот этот диапазон провел вот и только тогда уже совершать какие-либо какие-либо действия также хотел бы раз уж мы максимально максимально рассматриваем альткоины по т.с. также рассмотрим фибоначчи на снижение так вот фибон и снижение и здесь еще я помню да здесь еще 8 апреля рассматривали если не ошибаюсь здесь помимо помимо середины диапазона до что не совсем оправданно здесь еще 61 и 8 уровень вот это фиба вот этот уровень значимый да то есть при этой коррекции цена останавливается у этого самого уровня здесь в принципе самый максимум куда можно представить коррекцию да то есть импульс коррекция да и может дальше пойти импульс это как раз таки вот эта зона семьдесят восемьдесят шесть а цель по данной фибе а цель по этому нисходящему движению если брать это нисходящее движение в паре qsdt зона семьдесят восьмого ой зона 27 уровня расширения сюда может ли прийти рынок теоретически да эту теорию необходимо оставлять так сказать на бумаге да и не исключать ни в коем случае то есть qsdt 2-4 цента сюда в долгосроке в каком-то возможно да может и нет сюда может прийти инструмент то есть даже исходя не из зоны 27 уровня расширения я думаю исходя из простой классики вы понимаете то что покупать при уже состоявшейся коррекции грубо говоря на максимумах да в рамках движения импульс коррекция импульс но я думаю это неправильно я думаю вы со мной в принципе ну можете по крайней мере согласиться если нет то рассматривайте точку входа конечно же ну максимум я вам показал до соответственно блок предложения за обновление хайов сказать не могу давайте попробуем посмотреть эту монету к биткоину так по биткоину здесь лучше обстоят дела и давайте посмотрим фибу так фибу посмотрим так вот фибоначчи на фибоначчи на рост вот первое видите тут абсолютно такая же ситуация 61.8 да с проколом зоны 78 6 вот здесь две цели отработали 27 61 8 уровень расширения взят и давайте попробуем здесь фибоначчи на рост отметить от этого импульса вверх да вот видите да здесь не было такой коррекции серьезный то есть до этих лоев мы не доходили но я возьму тут просто самый лай в данном случае да и самый хай у меня будет самый хай здесь так самый хай на свече от 10 марта я определяю фибоначчи по правилам торговой стратегии по которой работаю ребят поэтому не спрашивайте почему так а не иначе есть правило я работаю то есть я определяю просто так я но не беру возможно до от самого лода самого хай вот смотрите что здесь обратите внимание уровень 61 8 то есть цену держит к биткоину 61 8 уровень прокол был в зону 78 уровня коррекции и цель по в рамках импульс коррекции импульс то есть импульс коррекция импульс может прийти в зону 27 уровня расширения а кто в рынке кто по этой монете соответственно работал и у вас есть покупки то я бы держал в принципе до обновления этих хайов и рассчитывал на достижение зону 27 уровень расширения этот 3-3 200 биткоинов ой биткоинов сатош вот пока что это является целевой зоны максимум куда может найти подойти рынок это 61 уровень расширения то есть естественно покупать здесь покупать здесь будет уже поздно и не совершаете таких ошибок не надо вести за каким-то хайпом фома вбегать в паровоз потом окажетесь разочарованы разочарованы либо в этой монете либо в крипто рынке в целом так далее что еще хотел посмотреть давайте посмотрим кстати на про торговку вот эту вот она про торговка вот видите здесь первый импульс вот этот первый памп можно сказать про торговки здесь не было никаких двух иксов 48 но от 48 процентов далее ушли вниз вот поэтому не ждите всегда два икса смотрите можно сказать может на свой анализ да смотрите на некоторые мои отметки да и соответственно отмечайте себе уровни при которых будете закрывать прибыль ну в общем по тем моментам кто связаны с удержанием данной монеты я указал целевые зоны здесь можете продавать к биткоину вот но покупать уже соответственно здесь будет максимально-максимально поздно здесь график ориентированы на блоке на уровне спроса идентичный вот здесь если выделять зону допустим уровень спроса некоторые то можно даже взять просто вот эту про торговку нижнюю да это более-менее существенный блок здесь кстати по стопам вообще ничего не собирали к биткоину да в отличие от той же монеты допустим этой же монеты к юсдт там была немного другая картина вот на ближайшей поддержка здесь выступает диапазон вблизи 1600 сатош поэтому здесь если готовы ждать то в принципе можете и подождать я уже не буду локальный зон отмечать я вот здесь показал вам все вот принципе здесь зона здесь ниже там немного выше пврx в принципе все единственное давайте еще посмотрим так давайте попробуем посмотреть на снижение фибоначчи так сейчас секунду я уберу этот блок давайте на снижение определим нулевой уровень так нулевой уровень по фиби на снижение а ну то же самое видите да 61,8 если говорить о продолжении коррекции импульс коррекции импульс да соответственно зону 27 уровень расширения обращаем внимание то есть вот эту всю ликвидность может рынок собрать вот я бы рассматривал здесь покупки от 1000 до 1300 сатош вот если брать на крупном таймфрейме сейчас повторяюсь что к биткоину что к usdt не совсем интересно я не буду здесь на биткоине рисовать блоки уровень предложения спроса я думаю ну можете сориентироваться по графику по к usdt вот здесь по этой картине по этому альткоину ну соответственно я считаю что нужно ждать либо если вы уже в покупках ждите те цели если вас уже сейчас устраивает профит то фиксируйтесь рассматривать другие точки входа потому что уже отработал уровень 61,8 от импульса на снижение вот и более глобально вот эти отметки они актуальны в принципе мне больше добавить нечего я думаю исчерпывающую информацию предоставил по этому альткоину показал фибы и уровень спроса предложения usdt график к биткоину график вот и конечно же решение принимать вам но по на мой взгляд первая монета которую рассматривали в этом обзоре подходит для покупок больше чем данный альткоин тем более он можно сказать молодой да по крайней мере на бинансе он залезти на феврале двадцатого года далее так коллеги следующая монета это мать я рассмотрю эту монету только к usdt здесь будет довольно на мой взгляд коротко эту монету рассматривали в открытом режиме закрытым были сделки прибыльной и обзоры да и соответственно но если брать из открытого режима видеоролик последний выходила 10 января двадцатого года перед вами область который я выделял где можно рассмотреть покупки да и соответственно можете послушать если хотите так секунду раз кого есть интерес к этому проекту кто планирует совершить какие-то покупки то я бы уже задумался о них не ранее чем при достижении данного ценового диапазона так ну ладно давайте дальше чему вопрос почему сейчас объясню понятно сейчас ну каждый из вас вправе до сказать о том что если бы не события там нефтяная война пандемии да возможно этого и не было возможно ну по мать я уже не влетал тут какие-то сделки покупки до после данного слива и я высказывался о том что я считаю что должен быть набор должен быть так сказать какой-то диапазон накопления от которого можно будет плясать но монета очень очень маловероятно даст выйти на вот эти хаях у уровней предложения очень маловероятно да соответственно действительно рынок сюда не дошел но я скажу так что мать их здесь неплохо неплохо прошел даже несмотря на этот слив обратите внимание куда пришел дан альткоин пришел в ту область про который я говорил к вопросу почему потому что ну опять же здесь немеряное количество стопов их не собрали не собрали если выделять какую-то зону интереса в зависимости от проторговок ранее я бы в любом случае ждал обновление вот этих лайов вот кто возможно 10 января следил за этой монетой учитывал тот обзор учитывал те мои мысли то возможно вы покупали вы сейчас в профите да если покупали эту монету даже в долгой срок вот если нет то соответственно давайте посмотрим на что рассчитывать можно дальше помимо озон ну во первых почему во первых зона ликвидности тут еще есть уровень спроса я вот этот уровень спроса в принципе сейчас уберу то что вы тестировали неоднократно и посмотрите куда пришли пришли ровно 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 в уровень спроса от от мая 19 года скорее его на 4 часовики обозначал ну да можно сказать на 4 часовики обозначал этот уровень спроса да соответственно вот именно при этом падении вот рынок сюда дошел тюти в тюти можно сказать и отбился на данный момент верну вернусь на дневку ближайшие зоны для фиксации прибыли если вы от купали я отметил это близи 17 центов ставьте 16 центов и вблизи 24 центов ставьте ставьте 23 22 цента лучше ставьте это ближайшие отметки на более существенную можно сказать коррекцию по этому альткоину опять же кто покупал либо если вы покупали на сливе я думаю вас тут уже прибыль интересует вы можете пересмотреть точки входа либо уйти на другой литкоин но опять же и в зависимости от ваших покупок также предлагаю посмотреть дневную сетку фибоначо на снижение так сейчас так вот нулевой уровень и давайте посмотрим что здесь так не помню честно показывал фибу на снижение не показывал давайте слева направо пойдем с точки зрения там некоторые самообразования да смотрите куда рынок пришел 50 уровень линия и зона какого уровня правильно если смотрите обзоры знаете да то что при пробой линии 50 уровня инструмент попадает зону уровне 61 8 то есть уже здесь можно думать о продажах о продажах либо о страховке своих позиций там стоп лосса подгонять да под какие-то определенные лаи вот дабы не попасть на полноценный разворот так и смотрите куда рынок пришел здесь почти здесь не пустил вот этот блок спроса да почти но тут этот погрешность на дневке она конечно не особо учитывается есть почти рынок дошел до зоны 27 уровня расширения тем не менее по этой паре вполне реально продолжение движения вниз и полноценный тест зоны 27 уровня расширения я вижу даже снижение возможно повторюсь не не стопроцентным возможно снижение которому вы должны быть готовы вплоть до 330 пунктов не буду сейчас там пациент посчитать сколько это от 300 до можно сказать до 600 пунктов то есть вот здесь вот сюда реально продолжение движения вот тем более здесь еще один импульс есть коррекция импульс то есть мы можем можем вполне туда прийти от 300 до 600 пунктов то здесь можно рассмотреть покупки уже на разворот на отработку такого примерно сценария то здесь уже полноценно ждите 61 8 вот пока что так это подним на фибе вот и некоторые моменты я объяснил связанные с сбором вот этой ликвидности где остановились я думаю было в принципе тоже мне там вроде познавательно далее что сейчас давайте локально рассмотрим сейчас рынок давайте на 4 часовик посмотрим что здесь есть так вот эта граница это нижняя граница вон того прошлого блока локально здесь да здесь есть блоки я не буду отмечать спрос локально дабы не терять время вот потому что но опять же это все конечно снесут снесут большая вероятность нас нос если опять же bitcoin пойдет вниз да поэтому я бы здесь ничего-то не отмечал вот поэтому здесь ориентировался бы на сбор вот этой ликвидности как минимум можете рассмотреть самое ранее на мой взгляд покупки в районе 900 ну даже может чуть выше там районе 950 вот получается не знаю сколько там в районе одного цента что ли получается то есть где-то здесь вот и далее цели актуальны то есть они отмечены график кто уже в покупках рассматривать кто еще не в покупках то соответственно рассматривать вариант уже при снижении здесь был блок уровень спроса да можно было его отметить принципе самостоятельно таким образом да давайте зеленым цветом отмечу вот он то есть мы пришли ушли вверх вот ближайшая поддержка да соответственно раз два три три раза даже был тест по хорошему можно было пробивать вот и ушли наверх но не намного не намного ушли наверх на данный момент ближайшая зона ликвидности она все еще актуально она находится вот за этими всеми лаями потому что стопы здесь не собирали я думаю здесь не вооруженным глазом это видите и уже вот здесь то есть ближайший сценарий сбор стопов возврат рассматривайте покупку со стопами я думаю определитесь и второй сценарий это более серьезное снижение да соответственно со сбором ликвидности вот здесь можете рассмотреть также покупку все помать и коротко ясно я думаю объяснил добавить больше нечего здесь фибу на рост смотреть точно не буду к биткой я думаю тоже не буду смотреть ну к визы это достаточно давайте дальше перейдем перейдем к следующим монетам так сейчас секунду так следующий альткоина коротко это кава usdt был в обзор закрытом режиме и что тогда было ну тогда честно откровенно говоря я особо ничего не видела можно сказать наванговал почему наванговал выйти перед перед своим экраном снижение да вот это и то что я сказал это вообще реально и спокойно кава может падать как причин для роста почему почему вообще есть причины для роста непонятно монета молодая спокойно может сходить сюда смотрите 5 4 6 3 и соответственно нижняя граница в районе 4000 пунктов то есть получается к usdt это порядка ну 40 центов открываем график 40 центов да то есть монета вот сюда примерно таким же макаром и пришла ну давайте разбираться с графиком честно я ну я не обновлял здесь блок предложения который был максимально еще тогда рассматриваю тут у вас кстати была возможность и второй раз выйти кто просил закрытым да то есть он еще один тест был блока предложения выше целей не давал вот давайте разбираться на дневке так давайте начнем с дневки я думаю так подождите давайте начнем с дневки и здесь наверное рассмотрим так давайте так давайте зоны давайте уровень предложения укажу сразу да что вы понимали примерно что максимум можно рассчитывать максимум можно рассчитывать примерно ну что выделить я думаю вы его сами даже выделить может невооружен глазом он проглядывается да то есть нижняя граница тут в районе 76 центов я бы взял 70 центов максимум вот сейчас если брать какую-то основу и вот от самого минимума да то есть брать там самый лой и вот здесь и грубо говоря блок предложения то мы опять же посередине здесь не очень подходит данный литкоин для покупки с текущих цен с текущих цен на какие-то более-менее адекватные максимумы да потому ну середина диапазона что здесь сказать здесь можно что-то локально с короткими стопами ну давайте я уберу блог я думаю вы сами его можете рисовать давайте фибоначчи посмотрим по фибе здесь довольно интересно сейчас будет так по фибе здесь так давайте по фибоначчи здесь определимся так здесь у нас получается коррекция так вот ой сдвинул так секунду ребят техническая заминка сейчас будет небольшая я посмотрю не сдвинул ли я там сильно прошу прощения вот все так все давайте смотреть по фибоначчи вот коррекция давайте смотреть куда а ну до зоны 50 уровня кстати по монете кава можем еще даже выше пройти можем выше пройти но уже присматривайтесь к тому чтобы здесь фиксировать прибыль а не покупать где будет покупать не совсем разумно смотрите 61,8 72 цента и блок предложения вам показывал границы там 70 центов то есть все что связано с 70 центами ребят покупать будет уже поздно вы будете покупать перед сильным уровнем на формат импульс коррекции импульс да и соответственно перед сопротивлением даже если покупать потом нужно будет дожидаться пробоя этой зоны понятное дело вам никто гарантию не даст и не выпишет не выпишет там так сказать какую-то справку там я не знаю документ о том что вот рынок точно будет там коррекции да и рынок пойдет ниже само собой нет подстраиваться нужно по ту ситуацию которая происходит на графике в тот или иной момент времени в зависимости от вашего таймфрейма торгового таймфрейма если не торгуете краткосрок не нужно зачем вы просто навсего идете там не в свою так сказать стезю то что вы никогда допустим не пробовали то что у вас не получается и не нужно рассматривайте волю крупный таймфрейм если нервничать на коротком таймфрейме нервная система ваша не в порядке также рекомендую отказываться от короткого таймфрейма дабы ну с катушек не слететь по большей части либо уменьшайте объем входа в сделку очень помогает так ну давайте ладно лирику отпустим по фибе здесь поздно ребят только уже на пробой вот здесь что-то можно будет рассматривать пока что здесь поздно где рассмотреть можно будет покупки в качестве импульс коррекция импульс то ближайшая зона потенциального дна вот зон 27 цель обратите внимание 61 уровень расширения недостижима почему потому что отрицательное значение то есть зона 27 уровень расширения от 12 ну от 10 до 20 центов вот здесь можно присмотреться к покупкам вот здесь ниже рынок может пойти да но тем не менее цель достигнута быть не может вот здесь отсюда можем пойти в эту область вот можем пойти и раньше в эту область да соответственно поэтому если вы не в покупках есть не покупали не зарабатывать то сейчас покупать вплоть до семи месяцев центов не совсем разумно а дойдем ли мы до этого уровня коррекции либо не дойдем но я думаю здесь гадать не нужно то есть и анализ вам никакой этого не покажет вот поэтому будьте предельно здесь осторожны то есть зону интерес я выделил 61 8 выделил блок предложения ближайший выделил условия для рассмотрения дальнейших покупок при пробое выделил да то есть при пробое сопротивление можно будет дальше уже что-то думать что-то рассматривать на покупке на обновление вот этих аюр но не раньше все пока во все вот ну в принципе да я не люблю такие молодые альт коины ребят я как и говорил в январе дату что какие причины для роста этого молодого альта ну причин нет по большей части понятное дело что там помог формат помогли события но тем не менее обратите внимание от этих был от этого блока предложения до событий еще рынок уже пошел вниз уже вот здесь торговался в самых лаях ну то есть здесь был просто навсего самый флэт и скорее всего с дальнейшим обновлением лайов но я считаю что мы вот этот лай так и так обновили без всяких пандемии и нефтяных войн вот все здесь коротко ясно давайте перейдем так перейдем к следующим альт коином так следующая пара это за этот токен bitcoin обзор был меня тоже закрытым я не помню когда его давал у меня здесь уже есть наработки были блоки предложения блок спроса вот сейчас ну давайте по факту по факту посмотрим что есть в принципе ситуация не поменялась за довольно продолжительный отрезок времени да если брать недельку если брать дневку здесь как был флэт так он и остался снижением 13 12 марта стопы вообще никакие не собрали абсолютно да то есть вот эти стопы они все стоят на своих местах вот возврат был-был покупку рассмотреть с текущих цен можно за стоп поставить за вот этот лой вот почему потому что опять же здесь был возврат за блок спроса за уровень спроса там где себя в свое время показал некий игрок который откупает данный актив мне не нравится что не нравится именно зона ликвидности да потому что не было какого-то хорошего такого можно сказать явного сбора денег вот поэтому я не исключаю в любой момент времени сквиз это может быть манипулятивный сквиз на бирже бинанс с целью просто дать ну как по монете линк как по монете там свое время waves было да то есть ну можем увидеть просто сквиз и возврат вот поэтому здесь со стопами ставьте но будьте предельно реалистами понимаете да то что здесь исходя из той ситуации которая здесь рисуется если этот альткоин интересен по тем или иным причинам для для тех или иных целей допустим для пампа для сбора там денег у хомяков да которые будут покупать на хаях то соответственно то соответственно увидим этот сквиз возможно давайте дальше блок предложения но я отмечал здесь было достигнуто обратить внимание 1637 естественно покупать у блока предложения было уже поздно и не нужно и глупо да все кто здесь покупал они оказались просадки либо уже закрыли убыток ушли с рынка тоже нельзя покупать у блок в предложении рассматривать здесь и сейчас повторяюсь можно куда рынок может дойти я вас показываю сейчас недельный таймфрейм по недельки можем спокойно сходить зону 27 уровень расширения в рамках коррекции импульс коррекция ой коррекции импульс импульс коррекции импульс коррекция здесь была очень слабо очень до 23 уровня здесь абсолютно ничего не дошло опять же в рамках того что здесь абсолютно ничего не было даже на недельки ну и по сути то на дневке здесь было очень слабо можно рассмотреть покупку на какой-то памп до уровня 23,6. Записывайте 2000 пунктов, ставьте лучше ниже, 1900. 1900 первая цель, вторая цель 2400. Можно рассмотреть вблизи 38 уровня на удержание, на долгосрок по тем или иным моментам. Если у вас есть какие-то аргументы связанные с новостями данного проекта, с какими-то проектами проекта, будущего и так далее, то уже ждите 61,8. 36,90. То есть вблизи 3500 сатош. Сатош пунктов, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Падение, возможно, 400 до 500 сатош. Почему здесь импульс, коррекция слабо, импульс может пройти. Плюс зона 27 уровня шире начинается от линии 18 уровня. Это как раз-таки те же примерно 500 сатош. Оставляем зазор, то есть погрешность даже, ну, можно выше брать, там 690-700 пунктов. Поэтому при снижении можете рассмотреть покупку у этого, у этого, как называется, у этой зоны сопротивления. Цель 61,8 достигнута быть не может, но находится в отрицательном значении. И вот все. В принципе, все, коллеги, я здесь все сказал. Покупки актуальны, снижение актуально, стопы актуальны, вот инвестиции, ну, в принципе, да, можно сказать, тоже актуальны. Но опять же, отталкивайтесь, наверное, от тех знаний, которые у вас есть, в зависимости от них, наверное, принимайте решение. То есть изучите проект, если там вообще ничего не происходит, абсолютно мертвая тема, то лучше, наверное, лучше все-таки подстраховаться и дождаться снижения. Вот, если не мертвый проект, если вы верите в определенные, так сказать, идеи данного альткоина, то, пожалуйста, действуйте. Уровни показал, блок предложения, ближайшую цель на памп, на рост показал. Уровни 38,2,50, вы видите, 61,8 максимум. Покупать уже будет поздно, фиксировать можно. Ну, в принципе, все показал. Я думаю, ZBTC здесь довольно быстро, но подробно получилось. Вот, на дневке, ну, я думаю, на дневке здесь, ну, на дневке здесь нечего смотреть, здесь есть флэт, он довольно продолжительное время проходит. Происходит там порядка 300 дней, ничего себе. Почти год. Офигеть. Ну, можно, можно рассмотреть. Можно рассмотреть, поэтому смотрите. Ну, здесь тоже более интересная картина, нежели у ряда там других альткоинов, которые даже в этом обзоре рассматривали. То есть, первый альткоин мне понравился, более-менее, да, и, соответственно, ZBTC выглядит тоже неплохо. Можно пробовать какую-то часть денег вложить в этот альткоин. Так, давайте пойдем дальше. Так, следующий альткоин, коллеги, это Icon и KXBTC. Не хотел особо рассматривать альткоин, потому что здесь план максимум, памп, он был уже выполнен, обзор по этой монете был также закрытым в канале, эта цель на памп предоставлялась, то есть, здесь просто самый-самый жир можно было забрать. То есть, понятное дело, что покупать у блока предложения уже было поздно, поздно, цели были достигнуты, вот, поэтому, ну, просили, у меня здесь есть отметки, просили в этом, как называется, где просили, секунду, ну, тут просили к USDT в открытом режиме, да, ну, в открытых видеороликах оставляли комментарии, вот, ну, к USDT тоже сейчас быстро глянем, давайте к битку, я думаю, здесь более показательно можно отметить некоторые моменты, ну, давайте, ладно, локально здесь по 4-х часовику, здесь был блок предложения, отметки уже достигнуты, блок предложения выше 5.100 на возврат, что держит цену, цену держит 61.8, блок спроса, обращаем внимание, блок спроса отработал, кто просил ранее, да, здесь были, в принципе, покупки актуальны, вблизи 3-х тысяч, так, смотрите, Fibonacci на рост, вы видите, что держит цену, ну, в целом, можно, да, сделать вывод, что здесь 61.8 отрабатывает, то есть 61.8 уровень находится вблизи 3-х тысяч, 3-х ста, сатош, пробовать аккуратные покупки можно, стопы тоже ставьте, будьте предельно бдительны, цель по этой Fibonacci, если брать рост, 61.8 вблизи 9600, ну, вблизи тех самых хаев, план максимум, повторяю, здесь уже был выполнен, в моменте вот этой проторговки, меня в закрытом просили канале рассмотреть, потому что здесь шел длительный флет, да, соответственно, исходя из этого, вот, а сейчас, ну, этот флет может вблизи 61.8, даже ниже, вплоть до 78.6 продолжится довольно, ну, еще приличное время, вот, поэтому, если есть и деньги, которые готовы, вы готовы ждать каких-то, так сказать, прибыли, то можете рассмотреть, но здесь ситуация, так сказать, не совсем интересна, если сравнивать с другими альткоинами, потому что тот самый памп уже случился, уже случился, да, если смотреть, айкон USDT, так, ну, я здесь пробовал трендовые, трендовые я не смотрю, потому что на шиткоинах это, ну, не имеет никакого значения, на шиткоинах они не имеют никакого значения, так, давайте к USDT, к USDT, вот он блок спроса, ну, пошире чуть взять, здесь он отработал, видите, да, ни одна свеча, кстати, не закрылась ниже блока спроса, уровни спроса, все закрывались выше, вот здесь можно, ну, вообще можно, да, было рассматривать, но если вы опять же смотрите не первый день мои видеообзоры, то в принципе могли самостоятельно отметить эту зону, как-нибудь, но могли отметить, да, и прийти к выводу, что здесь покупки более-менее актуальны, вот, и забрать вот это движение, 4-х часовик блок предложения, ближайший, я не буду сейчас цвета менять, с вашего позволения, так сказать, да, потому что, ну, на это уходит время, я думаю, не стоит затягивать, верхняя граница, а, ну, здесь даже вот здесь был стык, по ни, ну, верхняя граница 27 центов, ну, я бы отметил 27 центов, чуть ниже уже было достигнуто, в принципе, да, сейчас мы находимся даже не посередине, а ближе к блоку сопротивления, ну, не очень выгодно здесь и сейчас рассматривать покупки, если рассматривать, то уже после пробоя данного блока, при уходе выше 30 центов, то есть 30-35, надо смотреть, что будет там, здесь также есть блок предложения, вблизи 36 центов, вот, поэтому его необходимо будет пробивать, но, опять же, необходимо закрываться выше 30 центов, то есть здесь и сейчас все ваши покупки будут ориентированы на, возможно, какое-то еще продолжение роста, но после этого мы можем видеть серьезную коррекцию, вас вот здесь прибыль не устроит, да, и вы, соответственно, выйдете либо без убыток, либо по стопу, либо уйдете в просадку, поэтому, ну, здесь я не совсем, ну, не совсем вижу какой-то прям интерес брать, ну, локальные зоны, да, здесь можно отметить отрабатывал блок, ниже, ну, не особо интересно, ниже я ничего бы, ничего бы не стал отмечать, то есть, либо ждите опять повторный тест вниз, либо уже ждите за 30 центов выход, на мой взгляд, опять же, да, либо уже за 30 центов выход, здесь тоже самый максимум, можно сказать, план максимум был выполнен, блок, 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 вот он блок, блок, берем линию, а, даже ниже вот здесь стык еще есть, вот, а, вот, смотрите, видите, да, обратите внимание, я с левой части графика начал, я бы его в любом случае отметил, если бы эту монету торговал, да, получается, вот она, и здесь по USDT и по BTC план максимум выполнен, был, был, надеюсь, очень искренне, искренне надеюсь, вы вот здесь не покупали, наиглупейшие были покупки в этой области, наиглупейшие просто, вот, но я думаю, сейчас на самом деле толпа умнеет, и поэтому пампы стали более, более краткосрочные, на мой взгляд, из-за этого, то есть идет памп и сдутие, раньше могло быть там памп, коррекция пампа, а потом только там, можно сказать, ушли, уходили вниз, вот, не знаю, я сейчас, я все шиткоины, естественно, не отслеживаю, не знаю, не смотрел, пишите в комментариях, какие альткоины рассмотреть, я сделаю еще один обзор, я не буду часто делать, потому что в основном у нас все это закрытым проходит, ну, просто не хотелось бы давать много обзоров по таким монетам, особо их много народу не смотрит, да, но есть кто интересуется, и слава богу, надеюсь, этот обзор и вот 24 февраля, который есть в телеграм-канале, вам чем-то помог, ну, по экрану все, и, по экрану все, я все сказал, наверное, мне больше здесь добавить, да, наверное, мне здесь добавить больше нечего, давайте дальше, так, следующий альткоин, рассмотрю, просили в закрытом канале, HBAR, GEDERA, HeshGraph, я честно не знаю, что за альткоин, у меня вот чистый график, давайте посмотрим, что здесь, что здесь есть, ну, сразу, сразу в глаза бросается блок, уровень спроса, да, я думаю, вы его также могли отметить спокойно, очень красиво сюда пришли, очень красиво отбились, в принципе, здесь заработать было очень, не очень сложно, да, если вот рассматривать именно блок спроса, от уровня спроса, следующий уровень спроса находится уже только, ну, где-нибудь в районе, с верхней границы, в районе 15, ну, не 15 центов, получается, полутора центов, ну, где-то здесь, только здесь, цвета не меня, ребят, просто на это время не хочу тратить, дальше, Fibonacci, давайте посмотрим, не буду сейчас, тютя в тютю, здесь все подбивать, как надо, потому что, это здесь, миллиметр не будет играть никакой роли, а, ну, и тем более, Fibonacci здесь уже, в принципе, до сотого уровня доходили, можно сказать, пробивали вот эту линию, и, ну, здесь Fibonacci на рост, Fibonacci здесь, ну, ничего не показывает, здесь было отбойство 78,6, возврат, и, соответственно, продолжение импульса, здесь нужно, в идеале, посмотреть на, давайте, знаете, еще что посмотрим, так, нет, 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 а, Fibonacci на, на снижение, так, секунду, ребят, чистый график, потому что, ну, опять же, не смотрел, ничего, Fibonacci на снижение, посмотрим, что, где торгуется, так, что, где торгуется, м-м-м, так, здесь нулевой уровень на свечке 27 февраля, так, смотрим, так, импульс, коррекция, импульс, импульс есть, коррекция есть, обратите внимание, красиво, красиво, 61,8, 61,8, зона 78, пробили немного, то есть максимум, ребят, здесь максимум был уже выполнен, когда 7 марта, прекрасная возможность здесь была выйти, прекраснейшая возможность здесь была выйти, из этой монеты, даже если покупали, просто прекраснейшая, идеальная возможность, самый максимум, 61,8 можно было здесь выйти, на дневке, так, ну, по зонам, до 27, кстати, пока не добили, вот, импульс, коррекция, импульс, здесь цель, 27 зона расширения, зона расширения, 16,20, тире, 2000 пунктов, получается, по центам, от полутора до двух центов, здесь зона интереса, то есть получается, вот где-то здесь, ну, да, повторный тест, то есть здесь интересна покупка только при повторном тесте вот этого лоя, я бы ждал даже ниже, я бы ждал даже ниже на тест вот этого блока спроса с верхней границы в районе, ну, да, тех же полутора центов, может, чуть ниже, то есть пробой, это дневной, это дневная фибоначчо, вот где-то вот здесь, можем постоять, можем пробить, на что обращать внимание, сейчас покажу, я уберу фибу, я ее показал, уберу фибу, уже все, увидел, все, что нужно, вот здесь я бы, в принципе, вот здесь был предельно аккуратен, потому что второй тест, он обычно, ну, пробивается блок спроса, уровень спроса, вот в данной области, я бы уже рассматривал уход ниже, то есть покупка интересна, это в районе полутора центов, может пробой быть, возврат, при пробой возврате, стоп-лосс, соответственно, покупка, вот, куда держать, но по фибе здесь особо не скажешь, давайте, ну и по зонам здесь тоже особо, молодой, молодой альткоин, коллеги, на молодых альткоинах здесь особо ничего не скажешь, я максимум выжимаю, максимум информации, естественно, что с графиком, октября 2019 года, ну, не старый, естественно, молодой альткоин, максимум выжимаю, но не всегда здесь есть в этом какой-то смысл, ну, так, ну, здесь уже отрабатывал блок, вот здесь, вот здесь уже отработали, вот здесь уже отработали, ну, примерно, примерно, ребят, ну, максимум 5, ну, да, 5 центов, то есть, по H-Bar, по GED, GED, ну, 5 центов, я думаю, здесь самый максимум, который можно держать, ну, я бы дальше, я бы дальше не рассматривал, либо уже какой-то инвест, напишите, когда будет там слив, допустим, если он будет, да, то, соответственно, пишите в комментариях, мы там обновим ситуацию, посмотрим Fibonacci актуально, посмотрим, куда возможна коррекция, но пока что я вижу сценарий именно теста этих лоев, ну, здесь и сейчас, мне не особо интересно, здесь есть импульс-коррекция, и импульса пока не последовало, вот, от этого движения, да, импульс-коррекция, вот, и, ну, здесь был импульс, вот еще один импульс, да, вот это пока что выглядит все как коррекция, поэтому, ну, неинтересно, я не знаю, ну, я бы не выделял, я не увиливаю, я просто, ну, я не вижу здесь какого-то прям интереса к этому альткоину, прям здесь и сейчас покупать, да, может быть рост, все что угодно может быть, да, ну, здесь я не вижу каких-то оснований для этого, я вижу основания для ухода вниз, я вижу основания для теста вниз, вижу основания даже для обновления вот этих лоев, Но для роста я не вижу никаких, в принципе, предпосылок по этой монете. Я бы вам точь-в-точь эту же информацию предоставил бы вот здесь. Точь-в-точь, ребят. Я бы сказал, что здесь 61.8, ни в коем случае не покупайте. Ждите продолжения снижения. Вот оно снижение произошло. Вот он блок спроса. Вот здесь можно рассмотреть покупки. Поэтому я стараюсь, ну как бы ваш депозит, чтобы не растаял на глазах. Зачем вам это нужно? Давайте дальше пойдем. Наверное, последний альткоин. Так, ну давайте. Последний действительно альткоин. Это уже немного устал. Больше часа идет видео. Напоминаю, тайм-коды есть. Надеюсь, вы тайм-кодами смотрите, да? Или весь видеоролик смотрите. Возможно, что для себя что-то взять. Вот. Ну смотрите, это альткоин также я еще не смотрел. Это монета, я так понимаю, биржа AKEX. ОКБ, тикер. QSDT от ноября 2019 года. Ну если слева направо идти сразу, ну бросается в глаза вот этот блок спроса, да? Соответственно, он отработал. Возможность покупки прекрасной. Вот здесь была. Ну по-хорошему была, и от этого никак не уйти. Ребята, здесь 2.20. Спокойно можно было, в принципе, рассмотреть покупку, во всяком случае, в средний срок, долгосрок. Очень хорошая точка хода. Очень хорошая точка хода вот здесь была. Так, дальше, что еще? Ну ладно, убрал, ладно, блок уже, в принципе, пробил. Ну давайте верну, да, и, соответственно, посмотрим на Fibonacci. С Fibonacci здесь, ну, немного сложнее. Здесь есть gap, и, ну, давайте попробуем все-таки определить, где у нас сейчас инструмент торгуется. Так, здесь Fibonacci таким образом строится. Так, здесь по Fibonacci. Так, по Fibonacci, ребят, смотрите, у нас 38.2 отрабатывал вот здесь, видите, да? И, соответственно, здесь был удар ровно в 50-ю линию, скорее всего, с пробоем. Вот он пробой. При пробой линии 50 попадает инструмент в зону 61.8. То есть здесь отработал зону 61.8. Куда держать эту монету, если покупали? Ну, держать максимум, куда я вижу. Держать можно это, ну, наверное, 61.8 вблизи 5 долларов. 5.50. И с какими-то проколами. Вот, но это уже, так сказать, максимум. То есть максимум, куда бы я держал. Здесь дальше уже нужно рассматривать пробой вот этой зоны, да? Соответственно, если будет дальше остановка, при благоприятных обстоятельствах в целом на крипте, вот здесь можно рассматривать покупки с целью продолжения тренда, обновления вот этих хаев. Но пока что максимум, где можно покупать, точнее продавать, я вижу 61.8. Ну, 5.60, 5.50. То есть это 61.8 уровень коррекции. Импульс, коррекция, импульс. Если смотреть вот этот, брать за импульс, коррекция, зон 27 уровень расширения также сейчас является на данный момент актуальной. Доллар 52 доллара за монету можем еще вполне увидеть при отработке всей этой коррекции. Ну, даже ниже, даже доллар там 30, доллар 40. Цель здесь недостижимая 61.8 минус 14 центов. Я думаю, вы это понимаете. Здесь останавливаться много не буду. Поэтому, если коротко, здесь в принципе затягивать видеоролик, затягивать обзоры этой монеты и не требуется. График довольно короткий, понятный. Если коротко рассматривать покупки, можно при зоне 27, доллар 42 доллара. На повторный тест вот этого лоя продавать уже плюс-минус сейчас до 61.8. Если не принципиально, если покупали где-то здесь, ловили данную монету, то рассматривать покупки даже сейчас. Вот. Повторные точки входа, поверьте, они появятся, вы их сможете рассмотреть. Плюс, не забываем про обзоры по биткоину, по капитализации альткоинов, которые у меня выходят. Вот я говорил, в принципе, зона интереса по капи. Там 80-85 миллиардов рассматривать фиксацию по вольткоину. Так, все. Все, коллега, здесь я не буду ничего выделять локально, потому что даже в закрытом, неважно, закрытый-открытый обзор. Потому что, ну а что здесь локально вам выделить, все сами можете прекрасно здесь отметить. Без всяких каких-то проблем. Вот здесь был блок спроса. Он уже отработал, да? Ну, грубо говоря, вот таким образом он строится. Плюс-минус. Вот здесь отработка идет. Ну, ниже. Ниже я бы уже ждал обновления лоя. Где-нибудь вот здесь бы рассмотрел покупку. Самое раннее 3.80. И то надо смотреть на реакцию. Вот по этому альткоину глобальное снижение вижу. Вплоть до 1.42 доллара. Повторный тест лоев локально. Ну, локально мне не особо интересно здесь. Чего-то интересного я не вижу. Я не могу выделить этот альткоин на фоне других. Абсолютно не могу. Вот. Не могу. Поэтому. Поэтому смотрите. Принимайте решение, исходя из того, что я сказал. И в любом случае принимайте решение, исходя из собственных мыслей, собственного анализа. То, как вы видите, чувствуете рынок. Понимаете его. И на какие риски готовы идти. Спасибо большое за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok